Валютная пара евро-доллар 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 снижения в очередном цикле нисходящего движения. Целевые уровни снижения пары после завершения ее подъема и возвращения в текущий диапазон 1.3428, 1.3368, 1.333, 1.3242 и ниже в направлении 1.3149. Вместе с тем фактическая структура ценового движения пары позволяет предположить также вероятность завершения ее восходящей коррекции и разворота на снижение к вышеназванным целевым уровням и от текущих при открытии торгов ценовых уровней. А что ожидает пару фунт-доллар? Как и евро, британский фунт по-прежнему остается под давлением продаж. Экономическая ситуация в Великобритании не улучшается. По заявлению управляющего Банком Англии Мервина Кинга, рост объемов производства в стране снизится к середине следующего года до нуля. Усиление проблем еврозоны и потенциальные последствия европейского долгового кризиса для британской экономики. Также усиливают негативные тенденции в ценовом движении британской валюты. Таким образом, учитывая настрой рынка и техническую картину по данной паре, предполагаем на следующей неделе завершение коррекции британской валюты в ценовой зоне 1.58.74-1.59.33, а далее разворот ее курса на очередной этап нисходящего движения. Целевые уровни снижения фунта после возвращения пары в текущий диапазон 1.57.81, 1.57.22, 1.56.50, 1.55.86, 1.55.45, 1.54.84 и ниже, в направлении ключевого уровня поддержки 1.54. Стоит также отметить, что и в данном случае существует вероятность разворота пары на снижение к вышеназванным уровням от текущих при открытии торгов ценовых уровней. Владимир, какие макроэкономические показатели, выходящие на следующей неделе, могут быть интересны участникам торговли? Среди макроэкономических показателей следующей недели, влияющих на ценовое движение валют, я бы выделил публикацию в понедельник данных из США по объему продаж жилья на вторичном рынке недвижимости. Во вторник инвесторов ожидает публикация данных из Великобритании по объему заемных средств государственного сектора, а в американской статистике прирост ВВП за третий квартал и протокол последнего заседания Федерального резерва США. Центральными событиями среды станут публикации протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также данных из США по динамике объема заказов на товары длительного пользования и количество первичных обращений за пособием по безработице. Экономический календарь четверга также весьма интересен. В этот день в еврозоне будет опубликован целый блок показателей ведущей экономики региона Германии, включая данные по изменению объема ВВП за третий квартал, а также индикатор условий деловой среды от Института экономических исследований в Мюнхене. А в Великобритании вниманию инвесторов будет представлен уточненный прирост ВВП за третий квартал. И, наконец, в пятницу основное внимание рынка будет приковано к публикации в Японии индекса потребительских цен за октябрь. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru. А мы прощаемся с вами и желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.